Как применить наши знания о квадрантах, о доходах из квадрантов? Вернемся к личному бюджету, а точнее к его части доходы и расходы, которые мы уже видели. Как мы теперь понимаем доходы нашего личного бюджета, а нас интересует наш личный бюджет как бюджет, нас как инвестора, они могут быть из всех четырех квадрантов. Из квадранта R, из квадранта S, из квадранта B, из квадранта E. По практике может наблюдаться ситуация, когда доходы есть во всех четырех квадрантах. Лично у меня в жизни были такие ситуации. Но поскольку каждый из квадрантов требует разного мировоззрения, вернее квадранты B и E требуют более широкого мировоззрения, чем квадранты R и S, то люди, находящиеся в квадрантах B и E, им не зачем находиться в квадрантах R и S. То есть они однозначно, перебирая сюда, там же больше не остается. Можно привести аналоги. Избавившись от кандалов, больше ими обзавестить никогда не хочется. Расходная часть бюджета, о чем мы еще не говорили, она в свою очередь у нас может быть расписана на следующие составляющие. На первом месте я поставил сбережения, если они есть. Дальше вспоминаем отчет среднего класса. Оплата пассивов, если у нас есть пассивы в виде ипотеки, автокредит, кредитные карты. Ну и то, что остается на потребление. У бедных, например, нет этой середины части, у них может быть сбережение или потребление. Или вообще нет сбережения. Таким образом, если есть пассивы у нас, то на сбережение денег уже, как правило, не остается. Если мы целиком рассмотрим доходную и расходную части нашего бюджета, то картина будет выглядеть следующим образом. Агрегируем все, что мы узнали. Доходы из каких-то из четырех квадрантов берутся туда. А расходы уходят на сбережения, плату пассивов и потребление. Вот это вот теоретически возможная ситуация в жизни любого человека. Является он частным инвестором, либо не является. Это та карта, те возможности, которыми он в этой жизни обладает. Соответственно, видя вот это, из каких квадрантов он получает доходы, и что влияет на его расходы, он получает ключ к управлению своими личными финансами. Он видит свой финансовый отчет, он понимает, откуда берутся доходные и расходные части бюджета, он видит, какие активы, если они есть, и какие пассивы влияют на формирование. И, соответственно, управляя этими финансовыми потоками и оттоками, он может перемещаться между финансовыми отчетами бедного, среднего класса и богатого человека. Фактически он видит свой бассейн со множеством кранов и сливных отверстий. И управляет экранами, открывая-закрывая их, а также управляет сливными отверстиями, вставляя в них пробки, ну или не вставляя, или создавая, или отрезая вообще эти патрубки как явление. Вот управление этими потоками, источниками их возникновения и источниками возникновения расходов является тем, что называется управление личными финансами. Итак, как стать богатым? Бедные лишь несут расходы, средний класс покупает пассив, который считает активом, богатые приобретают активы. Поэтому, чтобы стать богатым, нужно, вуаля, понимать разницу между активами и пассивами. Второе, перестать покупать пассивы и начать приобретать активы. Все достаточно просто. Это более, то, что я сказал, более простой способ. Есть еще продвинутый способ, это не приобретать активы, а учиться создавать активы за счет рычагов, времени и денег других людей. ВДЛ, ДДЛ. Это более быстрый путь, но он требует обучения и опыта. Тем не менее, возможности у него принципиально иные, чем просто приобретать активы. Дальше мы об этом тоже поговорим. Итак, как мы двигаемся от ситуации финансового отчета бедного человека к ситуации финансового отчета богатого человека. Вот у нас финансовый отчет бедного человека, вспоминаем, все доходы от работы уходят на оплату на потребление. В этой ситуации что необходимо предпринимать, чтобы перейти к финансовому отчету богатого человека? Во-первых, нужно уменьшить свои расходы, начиная их планировать. ввести статью сбережений, если она до сих пор не введена, то есть начать сберегать и начать приобретать активы. Крайне рекомендуется думать, как увеличить доходы. Не за счет, не дожидаясь, когда они здесь вырастут, а как их увеличить, найти другую работу, повысить заработную плату, может быть, перейти одной ногой и стать в квадрант S. То есть как увеличить, в принципе, доходы, которые вы сейчас зарабатываете в виде заработной платы. Возможности для этого тоже есть. Это уже не тема этого видеоурока. Тем не менее, мысль понятна. В этой ситуации у нас появляется в расходной части бюджета статья сбережений, которую мы, дальше будем говорить, как тратим на приобретение активов. Начинаем приобретать активы. И колонка активов в нашем финансовом счете начинает механически наполняться. И со временем она начнет давать нам доход. Рутинный, медленный, но понятный работоспособный способ. Если ситуация более печальная, мы находимся в ситуации среднего класса, имеем в виду финансового счета среднего класса, как от него перейти к финансовому отчету богатого человека? Финансовый отчет среднего класса усугублен, как мы помним, наличием в колонке пассивов, этих самых пассивов, которые неумолимо съедают часть расходов в виде расходов самого среднего класса. И от них отказаться, к сожалению, невозможно. Связался с пассивом, будь добр, неси бремя его обслуживания. Поэтому в этой ситуации нужно сначала выровнять, вернуться к финансовому отчету бедного человека, ибо крайне нецелесообразно в этой ситуации начинать двигаться по пути выделения части расходов в сбережения и пуск их на создание активов с целью, чтобы доход от них как-то создал дополнительный рычаг. По одной простой причине. Если вы не находитесь в состоянии инвестора, да, не понимаете, в состоянии начинающего инвестора, то сразу делать инвестиции с высокой доходностью, превышающей расходы на ваши пассивы, вы не сможете. То есть вы максимум сможете делать инвестиции, допустим, с доходностью в 5, 10, 12, 15% годовых, а пассивы у вас в это время будут такие, что по ним вы будете платить 15-20%, а иногда по особо агрессивным, по особо дорогим пассивам, можете об этом даже не знать, например, потребительские кредиты, можете платить и 30-40% годовых, и даже больше. То есть сразу к состоянию хорошего долга перейти, когда ваши инвестиции будут оплачивать ваши пассивы, из этой ситуации вы не сможете. Поэтому здесь необходимо идти следующим путем. Необходимо, занявшись жестким финансовым планированием своих расходов, первым стратегическим делом избавляться от пассивов, чтобы снизить нагрузку на расходную часть. Что такое избавляться от пассивов? Поскольку пассивы генерируют расходы, нужно либо закрыть эти пассивы, то есть выплатить все долги, чтобы они в принципе у вас не было, либо рефинансировать их более дешевыми пассивами. То есть, например, в Америке существует такая ситуация, когда суды на дом, взятые под 10% условно годовых, рефинансируются под 8% годовых. То есть физическая нагрузка на расходную часть бюджета снижается. Допустим, человек платит не 1000 долларов в месяц по ипотеке, а 800 долларов в месяц по ипотеке. И для него это облегчение, у него высвобождаются дополнительные 200 тысяч долларов. Хотя, к сожалению, это происходит за счет увеличения суммы долга вообще, за счет его растягивания во времени. Тем не менее, краткосрочно это позволяет выделить какую-то часть расходов и освободить ее от платы пассивов. То есть, избавляемся от пассивов, снижаем нагрузку на расходы. Дальше, таким образом, в идеале движемся к финансовому отчету бедного человека, когда у нас пассивов больше нет, мы выплатили все долги. При этом у нас сохраняется доход от работы и сохраняется расходная часть на потребление. Заметьте, что происходит. Та часть расходов, которая раньше шла на выплату пассивов, она же никуда не делась. Ее теперь мы можем направлять на создание сбережений. То есть, мы пускаем ее на сбережения, начинаем сберегать, начинаем приобретать активы. То есть, идем по схеме предыдущей от бедного к богатому. И таким образом, у нас наполняется колонка активов, которая с временем начинает приносить нам доход. И мы движемся в ситуации бедного человека к богатому. То есть, механика понятна в этом случае. Мы создаем источник приобретения активов и направляем его на приобретение активов. То есть, начинаем покупать эти самые пресловутые активы. У нас начинает создаваться колонка активов, которая со временем начнет приносить нам доход. Вот такая вот простая механика. Ничего сложного в ней нет.